Подъем заболеваемости ковидом ожидается осенью. Вирус научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты. Как отметила глава Роспотребнадзора, коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается. Главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия. В России будут лишать прав за опасное вождение. Законопроект предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за первое нарушение и лишение прав до трех месяцев за повторное. Под опасным вождением понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты. Сюда же попадает нарушение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение и препятствование обгону. Мальчик качался и упал прямо с качелей. Новые укрепленные качели на площади революции, которые должны были быть антивандальными, снова не выдержали испытания. Накануне цепь на одной оборвалась, в результате чего упал ребенок. Напомним, ремонтируют эти качели уже в который раз подряд. День рождения в стилистике любимой страны. Варвара Гаськова накануне шестилетия захотела праздник с атрибутикой нашей страны, и родители решили организовать ей день рождения мечты. Купили наряд, заказали шары и подарки гостям символика России. Мама испекла торт и украсила его сахарной печатью в виде флага. Символичный день рождения получился у Варвары в преддверии Дня России. Мария Латышева, Новости дня.